Взгляд амбиции выросли Л. Амбиции выросли 19 февраля 2015 года, 11 часов фото, из личного архива По тону общения Платона Лебедева с журналистами понятно, что амбиции политзаключенного номер два никуда не делись, а возможно, даже выросли И лежат они далеко не только в плоскости финансов Начало нового политического сезона в России ощущается практически всеми органами чувств Особенно сильно помогает обоняние, смрадный запах политических трупов снова витает в воздухе В среду в театре Стаса Намина прошла пресс-конференция Платона Лебедева, сохранявшего молчание целый год после своего освобождения Встреча с журналистами была организована силами открытой России Ходорковского Политическая карьера Лебедева последние 10 лет строилась без его прямого участия Усилиями сотен правозащитников, либералов всех мастей, западных политиков и российских иностранных агентов Экс-бизнесмен был возведен в сан политического узника номер два в России, следуя сразу за Ходорковским Имя Лебедева водружали на знамя активисты десятков либеральных митингов Дело Юкося помогло построить политическую карьеру многим правозащитникам, написать слезные книги и статьи целой ордей либеральных авторов Но точно так же, как и в ситуации с Ходорковским, после выхода из тюрьмы Лебедев был быстро забыт оппозиционерами А образ святого стремительно меркнул с каждым днем нахождение Платона Леонидовича на воле Очевидно, Лебедев и Ходорковский решили, что пришло время менять ситуацию В ходе общения с журналистами бывший глава Минотепа заявил, что не собирается заниматься политической карьерой Однако, как мы прекрасно помним, нечто подобное и вначале говорил и Ходорковский Не прошло и года, как Михаил Борисович от нежелания заниматься политикой трансформировал свою позицию в «Я не прочь стать президентом» Аналогично и открытая Россия, позиционирующая себя как площадка для диалога В итоге трансформируется в подобие политического объединения, которое уже снимают ролики, пропагандирующие любовь к украинскому правительству И это – только начало Похоже, что все проекты Ходорковского строятся по одной схеме Начиная от публичного отказа заниматься политикой до стадии активного в этой же политике участия Не случайно Лебедев выступал именно в рамках открытой России Очевидно, не случайно и то, что, несмотря на отказ от политики, он намеревается помогать проекту Ходорковского и заниматься развитием правовой культуры в России Как именно он будет это делать, экс-бизнесмен не объяснил Но что-то подсказывает, что работать преподавателем на Юрфаке он явно не планирует По тону общения Лебедева с журналистами понятно, что амбиции политзаключенного номер два никуда не делись, а возможно, даже выросли И лежат они далеко не только в плоскости финансов Лебедев и Ходорковский в свое время получили срок за хищение и легализацию десятков миллиардов долларов Наверняка часть этих средств по-прежнему хранится в офшорах и не даст безбедной жить еще нескольким поколениям будущих Лебедевых Финансовая обеспеченность Лебедева была подтверждена совсем недавно, 14 февраля, когда в Широтон-Шереметьево состоялась тайная вечеринка почти 300 бывших сотрудников Минатепа Юкоса, собранных по инициативе Ходорковского Под звон бокалов и нескромную лесть в адрес Лебедева сколачивалось новое братство выходцев из Минатепа и Юкоса, купавшихся в деньгах 10 лет назад и готовых на многое ради вознесения своих старых боссов на Олимп Мечты о вновь шикарной жизни будоражат умы старых работников Лебедева и Ходорковского, и два выходца из 90-х это прекрасно понимают Ходорковскому нужен Лебедев, а Лебедеву, адепты в России, готовые отрабатывать любые заказы, хоть политические, хоть сугубо экономические Невыездную по причине отсутствия загранпаспорта Лебедев, идеальная фигура на роль российского представителя и оперативного управляющего политическими делами Ходорковского в России Лебедев не может уехать, Ходорковский, приехать А удержаться от соблазна снова мелькать в прайм-тайм на телеканалах и в сети не могут оба Офа На пресс-конференции бывший предприниматель успел одновременно позаигрывать с оппозицией и, в то же время, продемонстрировать, что он, значительно выше ее новых лидеров По его словам, оппозиция – самая активная часть населения, желающая прийти к власти Лебедев зачем-то добавил, что пока непонятно, кто именно готов войти в оппозиционное правительство и чем оно должно заниматься Парадоксально, но никаких разговоров об оппозиционном правительстве в России особо не ведется, разве что в среде остервенелых любителей латынина или мечтателей, вроде сбежавшего Шехтмана Очевидно, что Лебедев и Ходорковский в заключении изрядно зачитывались историей России начала 20 века И мысли о лидерах временного правительства времен Февральской революции 1917-го никак не дают им покоя Жаль, что судьба его члена в памяти у Лебедева, похоже, отложилась плохо Как показала пресс-конференция, фантазии и пафоса Лебедеву не занимать Чего ему точно не хватает, так это хороших социологов Которые должны наконец донести до него и его скрывшегося босса простую и очевидную мысль Российский народ, за исключением фанатов Демшизы, ни за что не отдаст свои голоса и головы в пользу двух отсидевших олигархов-преступников из 90-х Впрочем, попытаться, конечно, можно, но со стороны проект Платона Лебедева выглядит как возрождение МММ Субтитры создавал DimaTorzok